Налоги в этом мире вещь такая же неотвратимая, как и смерть. И если уж компетентные органы взяли вас на заметку, то платить рано или поздно все-таки придется. Об этом, как никто, знает герой нашего материала, который вот уже несколько лет пытается доказать налоговой, что он не подпольный миллионер-корейка. Вот непосредственно это налоговое, в стенах которой я узнал, что оказывается я миллионер. Внезапно узнать, что ты богат, о таком жизненном зигзаге хоть раз мечтал каждый из нас. Но Эдуарду Чахлову весть о том, что на его банковском счете обнаружились 25 с лишним миллионов рублей, ничего кроме проблем не принесла. Наш герой уверяет, денег он в глаза не видел. А все это чья-то большая махинация, начавшаяся после того, как он потерял свежеоформленную банковскую карту. День получения, ну там, слегонца отметил, ну и получил ставки, что эту карточку я утерял. Ну, понятно, утерял, или же ее просто-напросто, ну, вытащили какие-то звоночники. Усугубляло ситуацию то, что карта, которую Эдуард еще ни разу не успел вставить в банкомат, пропала вместе со всеми прилагающимися документами. Тут-то наш герой и совершил роковую ошибку. Вместо того, чтобы лично сообщить о происшествии в банк, он направил туда письмо и благополучно забыл о случившемся. Но корреспонденция до адресата, видимо, не дошла. Эта оплошность аукнулась спустя три года. И тут, бац, начинается вызывать налоговую. Я только пришел, начали. Вот, на твоей карточке столько миллионов, ты нам должен там три миллиона, мы там штраф, мы еще насчитаем. Как сообщили удивленному налогоплательщику, в 2008 году на его банковский счет по договору займа поступило более 25 миллионов рублей, с которых в казну не отошло ни копейки. Так что с точки зрения налоговой, Эдуард Чахлов нарушитель, не подавший декларации о доходах. Если физическое лицо своевременно не предоставит такую декларацию, то оно может быть привлечено к налоговой ответственности. В виде штрафа в размере 5% от суммы налога, подлежащего плате по данной декларации, естественное уклонение в крупных размерах, там уже лечет собой уголовную ответственность. Все началось с того, что налоговики заинтересовались подозрительными финансовыми потоками нескольких предприятий, активно раздающих миллионные займы физическим лицам. Ниточки от одной из контор и привели к нашему герою. В этой акте проверки фигурирует то, что компания «Мирсал» перечисляла на карточку процентный займ. То есть никаких договоров, естественно, я не подписывал. И, соответственно, из этого займа непонятно, кто занимает. То ли я занимаю, то ли мне занимает, наоборот. Особое возмущение у Эдуарда вызывает поведение сотрудников Транскредитбанка, в котором он и оформил злополучную карту. В то время как по его счету гуляли миллионные транши, клерки сохраняли гордое молчание, ни разу не заинтересовавшись происходящим. Между тем, задавать своим клиентам вопросы о неожиданных операциях с большими суммами – привычная для банковского сообщества практика. Банк имеет право запросить подтверждающие документы, объяснения, либо информацию какую-то от клиента. В свою очередь клиент обязуется предоставить данную информацию по требованию банка. Также в договоре прописано, что банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента по тем операциям, по которым не были предоставлены необходимые документы. Получается, прояви банк немного бдительности, и проблем у Эдуарда могло не быть. Однако ключевые слова в положении о проверке подобных сделок имеют право. Как нам пояснили, пользуются этим правом в Транскредитбанке далеко не всегда. Такие требования у нас клиенту не предъявляются. В банке на обслуживание у нас около двух миллионов клиентов. Понятно, что у них уровень дохода между разными сегментами может отличаться в десятки раз. Анализировать и соотносить размеры поступления крайне сложно, тем более применять ограничительные меры. Еще один требующий прояснения вопрос, кому и зачем понадобилось отправлять деньги на чужие реквизиты. Подобные операции – классическая схема так называемой обналички – уклонения от налогов путем вывода денег со счетов по фиктивным основаниям. В этих целях нечистоплотные предприниматели ищут людей, готовых за небольшое вознаграждение выступить получателями псевдозайма. Нередко такие сделки оформляют и вовсе по потерянным кем-то документам. Об утрате паспорта, кстати, сообщила единоличный учредитель и директор фирмы «Универсал» Татьяна Диденко, на допросе заявившая, что никакого отношения к бизнесу не имеет. От сознательных контактов с мошенниками всячески отказывается и Эдуард, за душой у которого проверка помимо миллионов выявила более десятка контор. Однако того, что дело приобретает явно фарсовый характер, чиновники предпочли не замечать. Дали распечатку, когда, какого числа были снятия вот этих денежных средств, наличных из банкомата. Налоговые мной были предоставлены доказательства, что я, допустим, уезжал летом 2008 года на Алтай, то есть я физически отсутствовал в городе, то есть есть свидетели, там 30 человек. Соответственно, это тоже никак не внимается. Впрочем, основания для подозрений у налоговиков все же были. Во-первых, конверты, в которых выдаются карты, не содержат номера лицевого счета клиента, без которого ничего никуда зачислить нельзя. Где же злоумышленники взяли такие данные? Во-вторых, чтобы оказаться главой числящихся за ним фирм, Эдуарду мало было потерять банковскую карту, даже со всеми реквизитами. Это, пожалуй, самое тонкое место во всей истории. На допросе наш герой показал, что в состоянии алкогольного опьянения подписывал чистые листы бумаги незнакомым людям. Нам же Эдуард заявил, что не помнит, было это на самом деле или нет. Неудивительно, что налоговая продолжает задавать вопросы. А ведь всего этого могло и не случиться, если бы миллионер по неволе сразу лично обратился в банк. Клиент обязан сообщить в банк после обнаружения об утрате карты, либо пин-кода к ней. Потому что до момента уведомления банком об утере все ответственные за совершенные операции по счетам несет владелец карты. Впрочем, чтобы оказаться в числе невольных участников обналичивания, сегодня вовсе не обязательно что-то терять. Изобретательность злоумышленников и современные технологии позволяют заполучить все данные частного счета и вовсе минуя его владельца. Этим грешат так называемые кардеры, устраивающие интернет-охоту за банковскими серверами. Вопреки утверждениям о их неприступности, штурм финансовых цитаделей нередко заканчивается успехом. Только в Новосибирске кардеры за последние годы стали причиной двух крупных международных скандалов. Деятельность одной из групп сотрудники ФСБ совместно с американскими коллегами из ФБР пресекли в 2011. В задачу четверых россиян, в том числе и новосибирцев, входило создание и распространение вредоносных программ для хищения реквизитов банковских платежных карт. В результате со счетов иностранных банков исчезло около 20 миллионов долларов. Участники другой группировки, программист Евгений Аникин и его сообщник Артем Тагачаков, тоже были членами международного сообщества. Жажда наживы за счет крупной американской корпорации RBC привела молодых людей на скамью подсудимых за Ельцовского суда. Хакеры скопировали сведения о владельцах платежных карт и их пин-коды. С использованием украденных данных были изготовлены поддельные банковские карты и в течение 12 часов деньги были сняты в 2000 банкоматах по всему миру. Обычно данный прием используют для банального воровства, но ничто не мешает превратить угнанную карту во временное отмывочное корыто для чужих богатств. Ведь пока хозяин не заметил подвоха, через его счет вполне можно переправить миллиончик-другой. Так что относительно безопасно плавать в современном финансовом океане можно только непреложно, следуя совету проницательного казьмы Прудкова. ПДИ.